Привет зрители, у меня тут роллы на 689 рублей, всякие разные, я даже не совсем в курсе с чем они, так как я сегодня получила паянницу, я теперь богат, практически, я поперлась в Ашан, потому что мне нахуй что купить, но я не стала обозревать, я даже что-то пришла и по молчанию все так это раскидала, что куда, а потом думаю, блин, я же хотела это сфоткать и в Терегу хотя бы скинуть, или в Инстик, и написать, что почем, но в итоге думаю, ну и ладно, ну и фигнем. У меня к тому же с прошлого раза еще есть ролик, все никак не смонтирую, и я короче говоря решила, что раз уж я не обозреваю это самое, то нахуй пожрать на камеру, к тому же у меня там некоторые давно спрашивали, пожрать на камеру, тут одна подписчица постебалась, когда же я пожру на камеру роллы с пивом, ну вот это пиво, если я и пью, темное, хорошее, качественное, дорогое в России, но в углище-то вряд ли оно такое делается, короче, а в мышки не доедешь, ну короче говоря, за ваш счет практически все что угодно, поэтому я буду, ну я не одна моя бывшая подруга, которая пивом запивает роллы, это невкусно, я чаем запиваю роллы, короче говоря, мне просто надо блеснуть умом и показать, как я снова пытаюсь вспомнить, как есть учебными палочками, блин, ну что, зря мне их приятель, что ли, дарил, я только вот забыла, как ими есть, как их одевать, а, вот, а, ну и я решила, что, думаю, я, во-первых, хотела в пятерке купить роллы, пятерка, которая рядом с Ивушкой, ну короче, пятерка ближе к ДК, но подальше от часового, ближе к этой самой, не та пятерка, которая напротив третьей школы, а та пятерка, которая напротив, рядом с Ашаном, короче говоря, и я там на 689 рублей вот это все тут купила, там они как-то поштучно, там по 25 есть, по 30, по 32, имбирь, васаби я не стала брать, мне тут один контейнер этого соуса дали, у меня есть еще соус, как его там называть, я второй раз уже такой покупала, а мой в этом, у кореянки, хороший такой концентрированный соус, соевый, тут у меня чашка допотопная, в смысле, с допотопным чаем черным, я надеюсь, в этот приезд я все-таки обозрю пустые баночки еды, ну и в общем-то я решила, что раз уж давно не было мукбаза, я жуть как хочу есть, я еще так подумала, что так хочу есть, что поем просто так, а потом думаю, а что я поем просто так, можно же камеру поставить, настроить штатив, все не особо так и долго, тут есть и жареные, есть запеченные, что-то на нам я их как-то закрыла так, мне кажется, перехожу, хотя не знаю, может так и есть, а здесь просто роллы, поэтому приступим, на какой-то ведь на мукбах что-то говорить, да, а я как-то, я вообще хазычу говорить, у меня нет какой-то особой темы, если я побуду вредной бабой и постебаюсь над одним существом, то пойдут хейтеры, наверное, и скажут, что я вся такая баба бабская, поэтому я не буду стебаться над одним существом, я просто включу хатика и посмотрю, насколько существа хватит, так, да, у меня лапа дорожит, потому что я уже вот очень приличное время была вне дома и хотела есть, и вообще тут пару дней у меня как-то хреново было, в общем, кафешка внутри пятерки называется на чеке суши фреш, что ли, что-то в этом роде, о том, что они там существуют, я узнала еще год назад, это вроде как, ну, типа еда на вынос, филиал кафе, пицца суши, бургер, знаете, что-то в этом роде, которая вот как раз напротив третьей школы, в том же здании, где находится другая пятерка, я принципиально поперлась эту пятерку, сначала думаю, я дубашан, потом думаю, нахрен дубашанин, я куплюсь, у меня год уже не до пятерки, я сначала поперлась пятерку, вот эти с крабом, ну, краб это этот, искусственно солданый, крабовые балки, короче, какой-то соус вообще никакой, но хотя бы не сладкий, как у кореянки, я вообще не понимаю, зачем кореянка разбодяживает вот этот соус, и потом его сластит, ладно, разбодяживает, вот, ну, вообще, у кого совесть есть? Лариса, у тебя есть свои, да? Не хрен жрать, точнее, есть, я подозреваю, что ты есть-то не будешь, я как-то и пыталась дать, попробовать, после того, как она чуть ли не мордой в тарелку пошла, но есть она не стала. Так, ползала убедиться, что меня там реально видно, потому что с телефона управлять вдруг кто позвонит, а сюда повернуть морду лица я все равно особо не уезжу. В принципе, не четкие. У меня где-то были салфеточки, но и соли умалчивают, где они. Что-то такое интересное, чем оно облито. Ммм, ветчина. Я понимаю, что надо как-то по-другому брать и шевелить как-то ими, но я что-то так давно их не брала, руки, эти палочки. Ммм, а этот с курицей. Я каких-то брала чисто подвергнусь, чтобы попробовать. Какие-то, да и каких-то шевелить. Да, это палочки специально для левшей, чтобы научиться ими бракать. Что-то у меня тут все развалилось нафиг. Может, надо было в тарелочку переложить это. Он, кстати, вот очень соленый, ну, концентрированный. Его как-то разбодировать, наверное, надо. Чтобы сейчас тут в одно место много попало этого соуса и довольно солено. Ну, у них прогресс. Вот года полтора назад была уже корона, не была, хрен знает. На дом мы заказывали или в кафешке хавали. Подружки, короче, были. И у них, не поверил зритель, какой-то соус был заменен на майонез. А, да, наверное, как раз это на дом заказывали. Как раз только-только начался этот ковид в Грашке. Точнее, не ковид, а этот. Как он там? Карантин. Так. Ой. Не, не, сюда упало. Камеру, наверное, смотри, да? Все-таки повернула к себе. А то, что досмотрю на эту камеру, такое ощущение, будто она отрубилась, хахрен. Может, я забыла нажать на клавишу включения. Вот это вот крабовая палка. Я раньше как-то думала, что это крабовые палки, бесполезная такая штука, что их создал какой-нибудь непонятный человек. Непонятно, зачем оказалось, это японцы изобрели. Я правда забыла его чем. Тикула, что ли, что-то такое. Что, первый раз мне тикула попалась, по-моему, в юнкоме этой, в какой-то главе. Тамуры. Что-то все падает, это падает, ладно? Вот эти надо попробовать. Только соу его соуса сюда полить надо. Эй, а что я вас снимаю, в принципе, я же могу это. И так. У нас вот дождик закончился. Я там раз пять, наверное, попала под разного вида дождик. А когда вышла из Ашана, то вообще такой конкретный дождичек был. Ливачок. У меня зончик был, хоть и выжимай. Косточка грибная. Ну, вот эти-то, наверное, надо, чтобы они горяченькие были. Но я надеюсь, их все-таки сегодня у них сделает. Я просто была уже где-то после двух. А они, наверное, стыли. Я помню, подружке нравились роллы, запеченные там сыр, рис и неной. Надо или чайник на газ поставить, или этот включить. Что тут кусь, куськи нос этой воды. Надо, хватит, наверное, чешку. Китвардовский. Обязалось, что тут что-то сломать. А вот здесь? Нет. Сейчас он шумит своё, чтобы с не переармливать его. Короче, вот в этих вот этого штука сделана. Из таких баночков продаётся такая паста с икоркой и прочей хренью. Всё-таки у них это осталось. А если ещё был какой-то специальный такой соус, а тут вот берётся там баночка. Россия обедняла, как мне сказал в своё время приятель, когда ему годы пустая, заткнет. Момент пожаловалась. И вот экономят, покупают баночку, открывают и намазывают роллину вот этой штукой. Вместо использования микрю и летучий рецепт. Сверху плавленый сыр. Рецепт. Сверху плавленого сыра. День Кун присолоный. День Кун. Сильма. Чтоб заварки набухало. Треть чашки. У меня там фоном кастрюля с яблоками. Контейнер с фруктами. Ну, я просто помыла их туда, положила. На тот самый чайничек. Ещё кастрюля с яблоками. То, что должно быть этим вареньем. Не то, чтобы мне совсем есть нечего было, но вот просто что-то так подумалось, почему бы не купить ролок. Даже чисто в сравнении с кореянкой. У меня какие-то внезапно заоблачные цены стали. Хотя, такое ощущение, ну, ничем вот от этого не отличается, в принципе. Вот это что-то солёненькое. Хотя на неё... Ну, соль не от этого, не от соуса чувствуется. А это просто сама вся солёненькая. С коня, вот этих штучек, три было одинаково. Предыдущая была не такая. Тяжёлая. Ой, падает. Я думаю, тут на два раза хватит. По-моему, у меня тут штук-двадцать их было изначально. Разных всяких. Ещё хочу сказать. Вот тут даже вот эти, они где-то в полтора раза покрупнее, чем у кореянки. И, в принципе, выходит дешевле. Шучка, тридцать рублей. На шесть. Сто восемьдесят рублей наборчик. Ну, даже так. Шесть. Точнее, сколько их там? Восемь на тридцать. Двести сорок рублей наборчик. Учитывая, что они ещё и побольше при этом. А там, по-моему, уже это стало... Последний раз я покупала за триста рублей этот наборчик. Там, восемь штучек было. Начало было сто шестьдесят. Потом... Потом какое-то время было сто пятьдесят, если не берёшь всякие рульты. Соусы, васаби. Потом было двести. Потом двести шестьдесят. Потом стало триста. У неё, вроде как, есть доставка на дом. Но, ну, как бы, есть номер. Подвонишь по номеру и скажешь, вот это хочу и это. А прайса-то нету никакого. Чё, сколько стоит. Как-то странно. Так, возьму-ка я ещё эту пасту из магнита. Ну, из другой сетевого магазина. Тут вообще голимый майонез чувствуется. Как бы майонез у них остался. Хоть и не везде. Так, возьму-ка. Конечно, может их подразогреть сейчас, но... Разогреваю три роллы. Мне кажется, у них усамик должно быть тады. Когда заказываешь, что оно в фолье приходит, то что. Типа, как бы, тёплое. О, напоминание, не иначе... И погода вроде как прояснилась. Правда, хозе в саду, наверное, там водички налила. Даже вузы, помидоры, без поливания, на завтра. Они в тепличке. Удаль. Крановый майонез. О, напоминание. О, напоминание и тёплое. И к чаю я купила гематоген. А эта, наверное, на завтра пойдет. Восемчук осталась сразу. Спасибо за еду. Так, у меня тут есть детский гематоген. Какой-то асна. И два одинаковых гематогена. Тоже детских. Причем у нас в аптеке не по 18 рублей, а там по 13 что ли. А еще есть просто аскорбинка. Без ароматизатора. Я сегодня еще с утрица, когда встала, так надо вторым платочком высморкаться. Да, возможно, это некомфортно, когда вы хаваете, а потом сморкаетесь. Но если нос течет, вы же это куда-то одеваете сопли. Короче, с утрица помахала этими утяжелителями. Ну, в смысле, лапами с утяжелителями. Гимнастику с утяжелителями сделала. Что-то так проснулась и поняла, что мы друг друга хотим. И так хорошо стало, бодренько. Гематогенчик. Как раз тема, а то у меня вчера что-то, конечности не вели. Подольем. Так, тебе еще больше. Да, кстати. Я тут такую штуку видела на Азоны Viberes. Думаю, надо будет мне купить, потому что та фигня, которая идет у меня с холодильником вместе для льда. Мне как-то ей очень проблемно пользоваться. В Азоне увидела что-то за 55, что ли. Это 2 или 3 дешевле, чем на Азоны на Viberes. Я его помою сначала, перед чем юзать. Крышечка. Для деления. Плюс в том, что можно поставить уже закрытую с этой водой, да. Сюда вот только наливать, оно само там будет распределяться. Минус в том, что, наверное, точно так же проблемно будет выдавливать, как и у той штуки. В общем, не привыкла я еще к такой штуке, но тащусь от своего нового холодника. И, по-моему, все по кругам. Сейчас поофигеваю немного, как на цели. Смотрите, как ты можешь представить себе, чтобы набор куриный вот этот для чаха пили. Короче, куриный набор для шашлыка мне так понравился. Я перед деревней в прошлый раз покупала пару раз. Разделила там где-то килограмм и шел. Сварила. С кошкой мы захомячили. Вкусная такая курочка. Хорошие кусочки. Короче, я глазам не поверила, что... У нас он стоит 199 рублей за килограмм. А в Аршане точно такой же... Ну, 209 самый дешевый. И там еще за сколько там? Один в один. В нашем магните дешевле. При том, что наш магнит как бы самый дорогой по горло магнит. Чем в Аршане. Ну, зато вот тут на 5 рублей практически. Вот эта штука дешевле, чем в нашей апелье. Что-то у меня булькало. Интересно, а что делал суток? А! У меня вроде в игры собиралась. Это, знаете, когда у вас как бы есть деньги, и вам нужна подарить одна штуковина, и она как бы не особо дорого стоит. Вы даже можете себе позволить. Но чем ее покупать? Можно взять у соседа. Я бы не против дать поюзаться, если б человек с техникой нормально обращался. А то тут дашь поюзать куку, и потом без штуки останешься. А если поставишь условия, что типа, ну, сломаешь куби и я кружу, то я подозреваю привет, чтобы слушала жалобы лет на 10 вперед, какие они бедные. Теперь эту штуку хотят вроде как не юзотя прийти ко мне с добром, и проспенсируйте мне тогда, блин, это электричество, ё-моё. Если вы хотите юзать мой кухонный прибор, дистанционно у меня. Чудные обвините вообще. Ну, ладно там какая-то фигня, которая один раз поюзала, и все, но это как бы каждый овощной сезон божьей у затеи. А эти приспичат тебе что-то такое вообще практически круглый год. Да и сам процесс, допустим, человек едет ко мне на такси, туда обратно. жарить деньги. Это не один раз. Мне легче деньги, потраченные на такси туда-обратно, туда-обратно, туда-обратно и так далее, и время и тому подобное, обменять на потратить какую-то вещь, которую тебе надо. И не зависеть от других. Это все равно, чтобы я, когда у меня сломался холодильник, сказала, а можно я вот это все вызову такси, возьму это все и тебя на другой конец города повезу, чтобы оно у тебя там пожило в ближайшие лет десять. А когда мне понадобится, я буду вызывать такси к тебе приезжать. Тупость. Может тебя я и захожу? А я на пигане когда-то? Ах. Да. Так как у нас сейчас 6 часов с хвостиком, то можно сказать, что-то блужем. Не знаю, слышно никак, я сошел выше и договариваюсь на улице. Ну вот, в молочном зубу застерил гематоген. Как жить дальше? Да, зритель, я в домашнем халате, надеюсь, тебе не сильно попобудет. Кайфы. Ну что, зритель, спасибо тебе за компанию. Надеюсь, тебе захотелось пожужжать роллу, к примеру, гематогеном или еще что. Чинька. Пока. Чавк, чавк, чавк.